Надо, конечно, разобраться с этими бандитами, которые забрались на территорию Российской Федерации, именно в Курскую область, и с их попытками дестабилизовать ситуацию в приграничье в целом. Уверен, что и эта провокация провалится. Ну и возникнет после этого, мне кажется, возникнет и желание действительно, не на словах, а на деле, переходить к мирным переговорам и решать эти вопросы мирными средствами. Путин думает, что его спасут ракеты и ему вернут Суджу, но это так не работает. Что диктатор хочет показать своими атаками и готов ли он сам к тому, что Украина жестко ответит? Об этом не только будем говорить сегодня с нашим гостем Сергеем Слонян, ведущий программ канала Ходорковский. Лайв с нами на связи. Сергей, здравствуйте, рада приветствовать. Здравствуйте, рад вас видеть. Если все-таки говорить о том, что происходит в Судже и на территории Российской Федерации, в Курской области, что, по-вашему, будет происходить на Курщине в краткосрочной и долгосрочной перспективе? Путин и дальше будет молчать, а Украина продвигаться вперед? Вот Россия — это страна войны. Россия во все времена считает необходимым атрибутом собственной государственности войну. Во все времена, если открыть учебник советской истории, там написано, что Российская империя — это жандарм Европы. Что делал Суворов со своим великим переходом через Альпы? А что вообще российская армия забыла в Альпах? Она куда шла? Она шла топить в крови французскую революцию. Ну, вот что это такое? Монарк свергли. Вообще там народ распоясался. И вот тогда русский жандарм двинул свои войска для того, чтобы укротить Европу. И все остальные воины, особенно, в том числе наглядывающем, в 20 веке, говорят о том, что Россия к войне готовится. Для России война — это важное. И она их проигрывает одну за другой. Россия очень готовилась к войне 1904-1905 года с Японией. И Россия была к ней абсолютно не готова. И она ее проиграла. Потому что Россия, она с высоко задранным носом знает, что российский флот, он самый сильный в мире. И мы помним Цусиму. И мы помним, что российский флот очень сильно уступал японскому. Тогда же считалось, что нет непобедимее ничего, чем российская кавалерия, особенно казаки. И у японцев, как выяснилось, кавалерия сильнее. И это было совершенно удивительно. Россия была к этому не готова. Россия готовилась к Первой мировой войне. Россия готовила новые виды воружения. И полностью проспала тему, например, танков, автомобилизации, автоматического оружия. И в Первую мировую вошли практически с тем же арсеналом, как и в 1904-1905 года. Племет Максима был. А Матсона, Льюиса, Гочкиса, его пришлось покупать за рубежом, потому что своего автоматического оружия не было. Россия готовилась ко Второй мировой войне. И, как выяснилось, она абсолютно к ней не готова. Проспав в том числе и танки, не имея сопоставимых навыков ведения танковой войны, при том, что сами по себе танки были на самом деле у России неплохие. А полностью проспав автоматическое оружие, полностью проспав тему, например, войскового подвоза и не имея автомобильного транспорта. И если бы не Ленд-Лиз и не Студебекер, то не было бы возможности в том числе подвезти снаряды на передовую. И вот, напав на Украину, Россия к этой войне очень готовилась, Путин очень готовился. И выяснилось, что у Путина, на самом деле, как и у всех остальных российских императоров и генеральных секретарей, полнейшая неготовность — это норма. Он не знает своего следующего шага. Ну, кроме вот единственного целеполагания, с которого мы начали, о том, что Украина должна быть уничтожена во что бы то ни стало. И ему никогда, он готовился к войне, ему не на чем ответить ни на одну, не укладывающуюся в его доктрину новость. У него подводная лодка Курск утонула. И он констатирует, она утонула. А средств спасения нету. И помочь морякам нечему. У него Курскую область отобрали, Суджу отобрали. А ему ответить на это нечем. Он готовился к войне. И у него в учебнике было написано и стратегию, и Герасимов написал, что Киев за три дня, берем парадную форму, оркестрантов вперед, и под бравурную музыку мы входим. Не только во всю Украину, мы входим в Киев, вот по Крещатику, мы двигаемся. Но у него так было написано в бумажке. Выяснилось, что в Украине эту бумажку не приняли. Мало того, что не прочитали. Но когда нашли, еще порвали и выбросили. И вот сейчас, когда Украина знает каждый последующий шаг, и Украина в краткосрочной перспективе займет и Рыльский район, а Глусковский уже занят, и дальше двинется за рубеж, обозначенный речкой Семь, а Путин, он понятия не имеет, что с этим делать. У него нету, не то что ответа на вопрос, что делать, у него нету вообще никаких сил для того, что бы то ни было предпринять. Войска? А у него нет войск. Армия? Так нет у него армия. Танки? Нет у него танков, кончились. Ему нужно призывников хватать по стороне, а они очень плохо хватаются. Потому что поросль молодых, она настолько незначительная, что даже с очком, и то индивидуально, каждого не поймаешь. Вот этих несостоявшихся алкоголиков, люмпинов, уголовников, их на рубль подманили. А молодняк, 18-летний, на рубль не подманишь. Их нужно насильно гнать на фронт, и даже их нету. То есть затевая войну, напав на Украину, подготовившись к ней, потому что до разогревия-то 8 лет было, 8 лет Путин готовился к тому, что он уничтожит Украину. И тут Украину дают сдачи. Болезненно, на отмашь, такой оплеухой. А Путин не знает, что делать. Он к этому не готовился. У него в голове это не укладывается. Вот уже вторую неделю у него не укладывается в голове, что у него больше нет суджи и куска Курской области. И со стороны это воспринимается как стойкость. Потому что, несмотря на тяготы, тем не менее, главная цель обязательно над Рейхстагом, флаг. А по факту это говорит о бессилии. То есть начав и сделав первый ход Е2-Е4, он понятия не имел, что делать дальше. И вот как он был в этом отношении, казалось же, с одной стороны, ничуть не изменившись в своей цели, уничтожить Украину. А с другой стороны, всякий раз оказываясь в полнейшем недоумении, разводя руками, а делать-то что? Пригожин на Москву пошел. А делать-то что? До этого Харьковское контрнаступление. Добежали до реки доблестные воины Красной Армии. А делать-то что? Суд же теперь пало. Рыльский район вот-вот. Глусковский район уже взят. А делать-то что? И в данном случае, отвечая на вопрос совсем коротко, Украина будет определять, что делать Путину. Украина знает. Она свой следующий шаг четко просчитала и действует. А Путин будет пытаться на это как-то реагировать. И если Украину посчитают, нужно взять Рыльский район, она возьмет Рыльский район. Если дальше нужно будет двинуться на всю Курскую область, на Брянскую и на Орловскую, Украина так и сделает. А Россия не сделает ничего. И вот после мятежа Пригожина было понятно, что войск нет у Путина, а население не за него. Население как раз вот за, в том числе, за Пригожина. В данном случае мы видим реакцию населения на оставшихся на территории, на приход украинских военных. Никто не ушел в партизаны. Вот эти люди не сказали, это как это, меня оккупировали, а я гордый весь из себя глушковец, я сейчас точно возьму Драколья и пойду партизанам. Да нет. Все сидят ждут гуманитарную помощь, рассказывают о том, что они, в принципе, готовы, они тут разграбили магазины, и вот, пожалуйста, развернута украинская комендатура, и давайте как-то взаимодействовать. А где весь тот патриотизм? А где вся та ненависть украинскому солдату-оккупанту, который неосвободитель? А где вся та решимость населения поддержать Путина в этой неравной борьбе с империализмом и НАТО? Да нету ее. Поэтому вот как Украина посчитает нужным сделать, так она и сделает. А Путин ответить на это не сможет. Ему нечем. Ну, кстати, социологи уже говорят о том, что якобы рейтинг Путина рекордно упал после украинской операции в Курской области, и что ему уже россияне не доверяют. Ну, действительно, наши славные воины показали, что Путин не может защитить свое население, но при этом пытается оккупировать чужую территорию. Владимир Зеленский, президент Украины, сказал, что наша страна хочет заставить Путина прекратить войну дипломатически, но готова сделать это силой. И тут напрашивается аналогия. Когда Германия напала на союзников, то это закончилось тем, что пал Берлин. Как вы думаете, можно ли здесь вообще проводить параллели? И это что, получается, Москве приготовиться? Параллелей очень много. В том числе потому, что у России есть манера наступать на те же самые грабли. И учебник истории по 1937-1941 году, он как раз очень совпадает с нынешними событиями внутренней и внешней политики. И поэтому, конечно же, если мы хотим посмотреть, что будет завтра, мы должны посмотреть, что было вчера. И Москве приготовиться. Потому что не по зубам Украина. И Россия вот эту ошибку, она на самом деле совершала не только на примере Второй мировой войны, она во все свои военные кампании именно так себя и вела. И очень показательный пример как раз Япония. Что такое маленькая Япония? Недоразвитая абсолютно какая-то страна, в которой бродят эти самые какие-то оборванные самураи, голые, с палками заостренными, там меч у них, и что ты против пулемета со своим мечом. И тогда мы помним, что прозвучала эта плотно, нам нужна маленькая победоносная война. И Япония как раз подходила, потому что она маленькая, никчемная, а люди там, естественно, маленькие, тоже никчемные. И выяснилось, что Япония, она сильнее Российской империи всей целиком. И Япония разбила российскую армию, разбила российский флот, взяла российские территории. И тем самым подтолкнула Россию к военной реформе 1912 года, которая тоже не позволила России стать сильной державой и войти в Первую мировую, которую она так ждала и готовила во всей силе и к России. Не получилось. И вот эта ошибка, что маленькая Япония, да что там такое? Кто там может сопротивляться? Маленькая Украина, да кому там сопротивляться? Население-то все наше, купленное. Сейчас войдем, и там сразу хлеб, соль и флаги. Вот эти абсолютно все ошибки, которые Россия всю жизнь, в силу зазнайства, в силу презрения к остальным вокруг, в силу неумения критически оценивать ситуацию, они повторяются. Гитлер обломал зубы. Путин то же самое. Уже видно, что уже хрустит и трещит. Хотя, конечно, на рейтинге в действительности это не так сказывается. Нет никакого рейтинга у Путина. Рейтинг у Путина, так же, как и инфляция, они прибиты гвоздиком к стене и не падают ни при каких обстоятельствах. С блистательным рейтингом Путина его и закопали. То же самое, как с Чаушеску, с рейтингом 100%, его пристрелили. То же самое будет у Путина. Поэтому социология, в данном случае, не точный инструмент. Мы видим, что в качестве реакции на отчуждение земель, на неспособность защитить население, к Путину это претензии меньше всего. Претензии к губернатору, претензии к МЧС. А почему вы? Вы же должны меня спасать. Вот я весь из себя такой россиянин, вы мне рассказывали о моем величии. Я более велик, чем любой украинец. А чего вы меня не спасли? А ну-ка, быстренько мне сюда танк, быстренько МЧС, и пенсию, кстати, не забудьте мне заплатить. И претензии все на низовом уровне. Люди, которые не пришли поднимать свой взор выше миски с похлёбкой, ставленные даже не на стол, они не умеют смотреть вдаль. Они не задают вопросы власти. Если у них к власти есть какие-то претензии, так они сводятся только к тому, чтобы дождаться следующего царя. Но потому что эти люди другого варианта существования и взаимодействия с властью не подразумевают. Поэтому рейтинг, ну, где-то он какой-то существует. И, конечно, ФСБ аккуратненько линеечкой его замеряет, хлопает в ладоши и говорит, ну, не волнуйтесь, всё нормально. Это безропотное население, оно всегда за. Но ему в последнее время стало неудобно. Особенно те, кто живёт под Курском. То снаряд прилетит, то еда закончится, то украинский солдат придёт. А в остальном всё хорошо. Но вот именно эта неспособность Путина защитить свои земли, защитить своё население, но при этом прощать долги Африки, нападать на Украину, воевать в Сирии, пытаться съесть Африку, ту же самую Мали или Центральную Африканскую Республику, потому что там бриллиантовые прииски, и при этом не решить ни один вопрос, насущную себя под носом, она как раз и говорит о том, что вот конец-то неизбежен. И ракеты закончатся. Несмотря на то, что Америка изо всех сил помогает Путину, чтобы ракеты у него не закончились. Потому что за два с половиной года интеловские процессоры, как они поступали на вооружение российской армии, и ракеты, как летали на этих процессорах, так они и летают. И недавнее расследование как раз показывает, что Америка разводит руками и в недоумении, как это так, а на самом деле, тем не менее, Америка производит электронную базу для российских ракет, уничтожающих Украину. Два с половиной года. Но даже несмотря на это, у Путина нет сил. У Путина уже нет армии. У Путина нет, вне зависимости от рейтинга, поддержки населения. И Германия, которая раздутая от амбиции и понимания собственного величия, решила, что она всему миру указ. Третий рейк перестал существовать. Вот сейчас Путин как раз и прекратит существование Российской империи, агония которой была весь период советской власти и весь период путинизма. Я думаю, что сам Путин тоже понимает, что конец этот неизбежен и сейчас пытается там где-то что-то как-то искать. Эти ракеты и в Северной Корее, и там Беларусь вроде как тоже подключают. Вот, кстати, можно ли сказать, что Путин дожал Лукашенко? Потому что МИД украинский написал, что Беларусь стянула к границе с Украиной армию, и также замечены там вагнеровцы. И украинский МИД требует отвезти войска. По данным нашей разведки, белорусские войска стягивают под видом учений. Но и также наши дипломаты призывают Беларусь не совершать трагических для себя ошибок. Ну, потому что, естественно, если оттуда что-то полетит или пойдет кто-то, то Украина будет отвечать. Что это за такие маневры? С одной стороны, Лукашенко, как всякий колхозник, очень нуждается в Министерстве сельского хозяйства. И для него это Министерство — это Путин. И потакая Путину, он готов двигать туда-сюда войска, которые он сам безумно боится выпустить за пределы белорусской территории. Потому что как только он остается без армии, он остается без силы. Потому что его население в 2020 году ему уже показало на чьейной стороне. И он это как раз помнит. И поэтому ради Путина ему нужно собрать войска и сказать, что у меня тут маневры, я сейчас буду украинцев пугать. Но это не мешает ему поздравить с Днем Независимости Украину, потому что в действительности он понимает, что он сосед. И его задача — субтитры — быть в мире. И как бы Путин не давил, как бы Путин не пытался белорусскими войсками тоже часть фронта закрыть и попытаться повоевать, Лукашенко на это не пойдет. Ведь Лукашенко — начало войны — это начало его собственного конца. Потому что он не Путин, у него таких ресурсов нет. Вот Лукашенко — это как раз абсолютно одноразовый. И уроки демократии, когда белорусский народ, вежливо снимая тапочки, вставал на тубуретку для того, чтобы помахать флажком и сказать «Мы тебя не любим», извлек такие уроки и, понеся жертвы, будет теперь уже вести себя по-другому. Поэтому для Лукашенко война — это еще более стремительный конец. Войска выпускать нельзя ни в коем случае, потому что только на штыках держится его власть. Для Путина он должен быть максимально лояльным, поэтому танчиками вдоль границы он кататься будет еще довольно долго. А вот то, что он поздравляет Украину, это говорит о том, что он ищет путепримирения. Он знает, что в Москве уже готовы на переговоры. И Москва, с одной стороны, брутально продолжает воевать, а с другой стороны, у России ресурсы тоже заканчиваются. Она бы уже согласилась бы, кто-нибудь, если бы взял на себя тяготы по организации этих переговоров, потому что сами переговоры в прямой означают потерю лица для Путина, что недопустимо. А Лукашенко это тоже видит. Он видит, что Москва-то на самом деле там, наверху, в одной из башен, она заметалась. У нее нет уверенности в победе, у нее есть как раз уверенность в поражении. И пока не пришли украинские солдаты-освободители на Красную площадь, нужно договариваться. Вот Лукашенко, он как раз в этом отношении еще более стремительный. Как всякий колхозник, он понимает, куда бежать за урожаем. К Украине. Поэтому Лукашенко, с одной стороны, будет демонстрировать полнейшую лояльность. Хочешь, я тебе ракеты в небо подниму Путин? Хочешь, я тебе танки тут тебе устрою, кататься будут? А на самом деле Украина, давай это самое, потихоньку договариваться, давай другу жить, давай другому помогать. И через какое-то время Лукашенко в сепаратные переговоры с Украиной попытается вступить. Потому что ему нужна собственная выгода, ему нужно удержаться у власти. Путин его у власти не удержит, а Украина его этой власти может лишить. Поэтому теперь он, вероятнее всего, будет еще более лояльным соседом и еще более брутальным показушником. Лояльным для украинцев и показушником для Путина. Но если с Лукашенко все понятно, вы нам объяснили, то что с другими так называемыми союзниками Путина, что странное ДКБ, потому что пропагандисты сейчас российские возмущаются, что все Россию бросили, им никто не помогает в то время, когда они, как говорят, на Россию напали впервые с времен Второй мировой войны. Почему нет их реакции? Им, к счастью, абсолютно безразлично. И Россия, и Путин. И все варианты взаимодействия, начиная от своих каких-то мелких экономических союзов, заканчивая такими же мелкими оборонными союзами, они нужны для того, чтобы Россия просто не нападала на них самих. Это как раз прогиб защита. Потому что у них нет уверенности в том, что после Украины они не будут следующими на очереди. К Казахстану, например, тоже может возникнуть огромное количество претензий, потому что там и русских притесняют, и с землицей там не все понятно. И к Таджикистану, кстати, да и к Узбекистану. Не говоря уже про Грузию, Армению, ну, про Азербайджан пока нет, но если что, русско-азербайджанская война досущена, возможно. Вот абсолютно возможно. Точно так же, как раньше казалось немыслимым нападение России на Украину. А теперь мы видим, что эта кровавая битва продолжается два с половиной года. Поэтому от России защититься можно как? Съехать на другой континент не получится. С соседом ты останешься навсегда. И всю жизнь в России будет происходить какая-то ерунда. Иногда очень милая, а иногда очень опасная. Поэтому с русскими вот какие договора предложат, вот тебе и надо подписывать. ОДКБ значит ОДКБ. Какой-то Еврозет значит Еврозет. И еще что-нибудь? Пожалуйста, где подпись поставить? Но из этого не следует, что они союзники. Из этого следует, что они очень осторожно, в легком испуге, пытаются не навредить себе и вовсе никак не помочь России. Примечательно, что Путин недавно был в Баку. И как вы думаете, о чем свидетельствует этот визит? О чем он там договаривался? И мог ли он все-таки попросить Азербайджан о какой-то помощи? Поскольку в Баку ему делать нечего, то самая главная цель, ради которой он туда поехал, это погреться на солнышке. А еще в Азербайджане очень вкусно кормят. И в принципе, повар Алиева, он чуть-чуть другой. Он сильно отличается от дивизии НКВД, которые прикидываются поварами у Путина. Меню разное, продукты разные, ингредиенты разные. Ну, опять-таки, там все-таки нахичевань, субтропики, там такие фрукты, там такие помидоры. Путина такие помидоры не каждый день привезут. Ну, тем более нужно, чтобы они прошли все-таки спецконтроль, рентген и обязательно были проверены еще любым остальным персоналом ФСБ. То есть Азербайджан такое прекрасное место, и при советской власти зачем ездили в Баку, зачем ездили в Азербайджан? Ну, гастрономический туризм. Здорово, интересно. Архитектура, опять-таки. Путину архитектура не интересна, он в этом ничего не понимает. Покушать он не откажется. После выполнения вот этой главной цели заодно было бы любопытно узнать, вот сейчас Армении точно конец или еще нет. Потому что после Карабаха понятно, что Азербайджан не угомонится, он получил поддержку Турции. Турция сама в НАТО, но при этом изгой Евросоюза не все однозначно. Турции не простили нападение на Кипр и отчуждение части территории, но при этом Турция поддерживает Азербайджан. Как бы не Турция, не было бы сейчас карабахской проблемы, которая якобы аннулирована, а на самом деле просто загнана в угол, потому что армяне на Карабах смотрят веками как на свою территорию, имеют на это право. И вот сейчас, когда Армения решила, что она с Россией потихонечку, пожалуй, будет заканчивать дружбу и декларировать соседские, спокойные, улыбчивые отношения. Не зря же Ереван впервые выгнал ФСБ из Звартноса. Потому что это была совершенно удивительная ситуация, когда прилетаешь в Армению, а погранконтроль у тебя ФСБ Российской Федерации, ну то есть КГБ Российской Федерации, почему-то вдруг проверяет твой паспорт. И вот 1 августа ФСБ было изгнано из пределов Армении, и теперь погранконтроль это пограничники Армении. Ну, наконец-то. Маленький, но очень показательный шажок. Армения потихонечку уходит из-под России. Этим обязательно воспользуется Азербайджан, потому что Россия вроде бы была бы гарантом в регионе, а она показала, что Россия предатель. И Армения поняла, что рассчитывает, может, только на самих себя, больше ни на кого. И вот в этой конфигурации, если сейчас Азербайджан нападет на Армению, а Турция поддержит, а, естественно, Путин ни в коем случае не заступит за Армению, но за Армению может заступиться, а мы видим, что Америка уже потихонечку начинает разворачиваться там, то получается, что здесь косвенно конфликт не между Азербайджаном и Россией, а между Турцией и Америкой. И в этой связи, может быть, Азербайджан пока не будет осложнять ситуацию на этой границе, хотя понятно, что Армения уходит из-под влияния России, но, может быть, Азербайджан, по крайней мере, вот в этом году урожай помидоров своих спокойно продаст в России, а не будет его где-то там пытаться продавать в других странах, потому что с Россией у них отношения закончились, и никакие помидорные составы не прилетают, не приезжают и не привозят их. Ну, может быть, давайте мы поживем еще какое-то время спокойно, потому как Украина свербит у меня что-то в одном месте, очень неудобно сидеть, а больше, в принципе, Азербайджан вообще ни для чего не нужен. Но Путин уже нравится заграница. Как всякий провинциал, как всякий человек ущербный, Путин, как выученик советской системы, чрезвычайно ценит заграницу. Сам по себе факт, заграничные командировки для него, ну, как для Савка. Вот 60-х, 70-х годов, это же очень показательно. Я тут, знаете ли, в Польшу ездил, я в Болгарии был, я в Монголии бывал. Я, знаете ли, один раз даже по третической путевке в западную страну ездил, в Югославию. Для него всю пор гордость. А тут что-то с загранкой не получается. Ну, Азербайджан, вот теперь заграница, съездил, все в порядке, вкусно покушал, ну, даже поизображал из себя политика. Причем, особенно в том, что это политик по азербайджанским меркам-то никакой. То есть для Азербайджана он даже не гарнир. Потому что у Азербайджана есть Турция. У Азербайджана интерес там. И вот какой-то там приехал Путин. То есть Путин-то великий, он за границу съездил. А для Азербайджана это что из Уругвая приехали, что из какой-нибудь Пакистана. Ну, поговорить можно. Докормить запросто. Пара экскурсий. Хочешь, мы тебе живого Алиева покажем? Он у нас есть. Он у нас специально для этого. Ну, все, дорогой, спасибо. Целую. До свидания. Шли телеграмм на Новый год. Вот, собственно, и все. Возвращаясь к поездке Путина в Баку, то по сообщениям СМИ одновременно с ним в Баку находился и Павел Дуров, основатель телеграмм. Есть неподтвержденная информация, что они якобы должны были встретиться. И тут в субботу произошло, как мы знаем, задержание Дурова во Франции. Некоторые аналитики предполагают, что Дуров якобы знал об ордере на арест и специально поехал туда, чтобы сдаться странам Запада. Да ну, чтобы якобы его не достал Путин. Вот что вы думаете об этом? Ну, если надо, Путин своим новичком достанет тебя и в Солсбери. Тут абсолютно никаких гарантий нет. Тем более, что Франция, мы видим, она, например, Шарли Эбдо сохранить-то не смогла, несмотря на то, что там была охрана. Поэтому любой, кто посчитал нужным перестрелять всю редакцию, пришел и перестрелял. И вряд ли можно сдаваться в тюрьму для того, чтобы спастись. Но вот такие друзья у Дурова, как вся Российская Федерация, как Путин, как его неотмытое пятно так или иначе взаимоотношений со спецслужбами России, когда, с одной стороны, Дуров вроде бы уехал из России, но потому что было опасно, а с другой стороны, все свои бизнес-интересы там сохранил, и свой мессенджер, который то ли подарил, то ли продал Российской Федерации, но так или иначе сделал его главным информационным инструментом взаимодействия и общения внутри страны, и как пятно на своей репутации этот по сей упору оставил, оказавшись в Баку, неважно с какой целью, в то же самое время, когда и Путин только подтвердил, что он из путинской команды, что это точно такой же закланный казачок, который, конечно же, если надо, перед всем остальным миром скажет, что я за демократию, вы знаете, я вообще кардинально другой, я, в принципе, от них, от всех отличаюсь, но доказать это, тем более толпа слушать тебя не будет, может быть, тебе и удастся, только об этом никто не узнает, но когда за тебя начинает заступаться Мария Захарова, когда за тебя начинает заступаться внутри России, более страшного удара по репутации быть не может, потому что если у тебя такие друзья, вот тогда ты точно плохой, и Дуров, конечно, допустил невероятную глупость, потому что, несмотря на всю состязательность сторон, несмотря на справедливость законодательства, несмотря на совершенно другую правовую систему Франции, он, тем не менее, сейчас в очень плохом положении, и перспективы у него очень мрачные, потому что Франция, взяв его в заложники, она теперь будет пытаться выкручивать ему руки, а мы знаем, что Телеграм — это такая система, в которой и вправду нет ключей, то есть откупиться-то толком нечем. При этом, если тебе нужно как-то, ну, как называется это, страшное нерусское слово, где анонимизировать пользователя, для этого тебе Дуров не нужен. Это делается совершенно элементарно, и выяснить, за каким ником кто в Телеграме прячется, это нужно дождать крикновки. Для программистов это вообще никакая не проблема. И поэтому, если тебе нужно вычислить каких-то там или там распространителей наркотиков, для этого Дуров не нужен. Для этого нужны программисты, тем более, что во Франции, в Министерстве обороны, существует отдельное подразделение, которое занимается вот именно этими проблемами. То есть это не на уровне какого-то любительства или, например, кооператива при Министерстве юстиции. Это часть оборонной доктрины Франции на уровне программистов решать подобные вопросы безопасности страны. Для этого Дуров и подавно не нужен, тем более, что французские программисты здесь показали, что они реально очень серьезные ребята. Это структурное подразделение со своим генералом, погонами, выслугами, пистолетами, наградами и бронежилетами, оно действительно дееспособное и не является таким потешным, как ему аналог, например, в России. Но Дуров, замазавшись, ну, во-первых, по факту рождения, не в той стране родился, во-вторых, не с теми дружишь, в-третьих, не туда полетел, в данном случае в Баку, что-то там делал, вот ты точно не за помидорами туда отправился. Теперь уже в максимально плохом положении оказался перед французской юстицией. И она рассматривает тебя как агент Кремля. И если все остальное так или иначе доказуемо или нет, там отсутствие ключей, ну, доказуемо, ну, нету и. Те или алгоритмы телеграммы, которые должны, наконец, помочь французской безопасности. Это тоже объяснимо. Это тоже предмет, по поводу которого можно внятно сесть и поговорить. А по поводу того, являешь ты агентом Кремля или нет, поговорить, не получится. И ты не докажешь. И слушать себя никто не будет. И то, что Дуров прилетел во Францию, говорит о том, что не все авторитеты до такой степени глубинно умны, мудры, как нам кажется. К большому сожалению. Все-таки, если Дуров, например, пойдет на сделку со следствием с Западом, то означает ли это то, что, например, все российские переписки всех российских чиновников, грушников или ФСБшников, они будут теперь доступны западным спецслужбам? Потому что российские военкоры, Z-паблики, все пишут о том, что задержание Дурова якобы срывает их так называемое СВО. Дуров, Дуров находясь в заключении, находясь в нынешнему положении, потому что в эти минуты, когда идет наш эфир, во Франции решается вопрос, у него должен быть домашний арест или должно быть у него, например, в наручниках доставка следствия изолятор. Мы узнаем об этом как раз после эфира. Перспектива того, что он окажется в следствием изоляторе, есть, то есть реальные нары, реальная решетка, реальная тюрьма, реальный охранник и реальная пижамка очень даже непрезентабельного вида. А в этой ситуации человек становится максимально договороспособным. Вот когда он оказывается в этой камере, он способен на все. Что надо? Родину? Да забирайте. Военные тайны запросто вам слуг в мешков. Он может ради спасения себя пойти на очень многое. Но особенность телеграмма в том, что выдавать-то там нечего. Ну, нет там ключа. Вот правило. Несмотря на то, что мы помним Буратино и помним, что была потайная и нужен был золотой ключик, потому что золотой ключик реально существовал в сказке, насколько может быть в сказке, что бы то ни было реальным. И золотой ключик реально открывал некую тайну и был очень нужен. И за ним гонялось огромное количество народу по сюжету. Вот такого ключика нет у телеграмма. И для того, чтобы Франция имела доступ к любым военным таймам, так она к ним имеет. То же самое, как WhatsApp, который ни секунды, ни секретный. WhatsApp — это полностью открытая система. В WhatsApp вся переписка, вот вся переписка, она всегда открытая. И Россия читает WhatsApp абсолютно везде, где считает нужным. И то же самое происходит с телеграммом. И французы умеют читать телеграмм. И то, что сейчас вдруг в России создалась иллюзия, что это наше национальное достояние. Знаете, Дуров придумал такую невзламываемую систему, поэтому мы теперь воюем при помощи этого телеграмма. Мы ракеты по телеграмме наводим. У нас в чатах вся секретная переписка. Ну, так это для тех, кто не знает, как устроен современный мир. Потому что если нужна военная тайна, для этого в России существует система ЗАС. Вот ЗАС действительно взломать нельзя. Но ЗАС это сложно, это хлопотно. А ЗАСовский шифроблокнот это такая тайна, на получение которой и в обычной войне можно полк положить для того, чтобы шифроблокнот достать. Потому что только он позволяет прочитать всю непосредственно связь и переписку. А ЗАС он довольно часто бывает телекодовый, там есть что перехватывать. Но ЗАС в армии не воюет, им не пользуются, он громоздкий. А телеграмма это у каждого в кармане, это телефончик, это смартфон, ты нажал на кнопочку, вот ты на связи. И российские. Читают, что раз оно российское, то во всем остальном мире оно не взламывая, мая. Хотя все четыре дата-центра находятся не на территории России. Скажем так, большая часть того, что из себя представляет телеграмм, находится за пределами Российской Федерации. Это просто недостатка образования. То есть люди не понимают, как это устроено. Люди считают, что телеграмм это что-то такое закрытое, секретное, наше внутреннее. Мы при помощи воюем. Нет, ребят, вы воюете на глазах у всего мира. И тот же самый WhatsApp давно читаем, и тот же самый телеграмм, и все остальные мессенджеры тоже, они прекрасно совершенно читаются, видимо, и нет никаких проблем понять, кто какую тайну в данный момент своими ручками публикует, для того, чтобы весь мир ее прочитал. Об этом не все знают, не у всех на это хватает мозгов. И Дуров, конечно, нужен в данном случае не для того, чтобы вытрясти из него конкретно тайны, что там происходит на поле боя. Хотя Украина, в общем, заинтересована в том, чтобы это было прочитано. И Франция с удовольствием так бровку одну приподнимет, скажет, о, какие-то вот интересные военные тайны происходят. Но мне это является главной задачей. Зачем вообще, в принципе, понадобился живой Дуров, мы пока не знаем. Через какое-то время вполне возможно, что мы догадаемся. Дуров, вляпавшийся, точно сделал это не от большого ума и не встав под защиту очень неоднозначной французской Фемиды, которая защитить его не сможет абсолютно. А Телеграм, ну, он не тайный, не закрытый и не секретный. Сергей, в этой связи тогда возникает вопрос, и мне хочется услышать ваше мнение о будущем интернета в России. Мы видим, что Путин всячески пытается запретить Ютуб или уже запретил его. Непонятно теперь, что будет с Телеграмом. Как вы думаете, что будет дальше вообще с мессенджерами, с интернетом? И получается, что Россия сейчас идет по пути Китая в полной самоизоляции в сети? Россия, которая движется стремительно вспять, она идет к той же самой ситуации, как была спецсвязь у власти и у КГБ в советские времена. Потому что Китай, тем не менее, несмотря на всю свою закрытость, он позволяет людям иметь некий выход во внешний мир, и в Китае тоже много чего и секретного, и закрытого работает. Ну, как, например, в том самом Иране, в котором и интернет запрещен, и Запад запрещен, а там, если надо, и VPN работает, и ты можешь там по порно-сайтам ходить, которых, естественно, в Иране быть не может. В Китае та же самая ситуация, там все нельзя, все закрыто, но при этом, если надо, то добыть можно, и оно работает. Вот это для Путина ситуация, конечно же, неправильная. Путину нужно запретить всем все, оставив магазины «Березка» за валюту для ЦК КПСС, оставив спецсвязь «Алтай» для КГБ, и оставив пайки и распределители по дефициту для собственной элиты. Вот это конфигурация Путина. Путин, человек, родившийся в период развитого социализма, но как человек, формировавшийся, как личность, формировавшийся на дефиците, на блате, на привилегиях, на звонке Ивану Ивановичу, на «я от Ивана Петровича», и на возможности купить джинсы только тайком в обход, потому что они не продавались на легальных прилавках, он именно это и выстраивает. И в те времена у советского человека доступа во внешний мир не существовало. Нельзя было подписаться на иностранные издания, нельзя было смотреть иностранное телевидение, и нельзя было позвонить за границу. Это был очень специальный звонок, это была очень специальная ситуация, когда тебе вдруг с какой-то стати кому-то на каком-то основании по телефончику позвонить приспичило куда? Во внешний мир? Э, нет. И Китай в данном случае это софт-версия, а Путин готовит хард-версию. Вот про все совсем жесткую, совсем тяжелую, когда никому и ничего. Сергей, огромное спасибо вам за разговоры, и я думаю, что пока у зрителей России есть возможность посмотреть и Ютуб, и как-то там через VPN зайти, или пользоваться еще Телеграмом, пускай они смотрят это видео и распространяют его дальше, чтобы больше людей увидели качественную аналитику и всю правду о том, что вообще происходит в России, что делает Путин. Приветствую зрителей 24-го канала, меня зовут Владислав Новиков, на связи со мной Христо Грозев, расследователь Шпикель и инсайдер. Христо, здравствуйте. Доброе утро. Здравствуйте. Путин на совещании по экономическим вопросам сообщил, что нужно, чтобы закончить СВО. Я бы хотел отдельно на этом остановиться, потому что действительно большая серьезная тема. Постоянно меняются вот эти цели, они то меняются, то корректируются. В общем, такая субстанция, которая не имеет каких-либо, никакой-либо конкретики. Я процитирую то, что сказал Путин. Успешное завершение СВО это, как не раз уже говорил, главное условие для реализации долгосрочных планов развития России. Тут он, конечно, говорил в экономическом аспекте, что вот как бы экономика должна быть и это поможет закончить СВО. Но все-таки вот эти вот долгосрочные планы, о которых он говорит, мне кажется, существуют только в его голове, потому что по факту Россия никак не соотносится с этими планами, потому что вот эти байки про базы НАТО, которые будут стоять и 4 минуты подлета до Москвы, они уже развеялись после того, как Финляндия и Швеция вступили в это самое НАТО. Я согласен с вами, нету никакой четкой, продуманной, даже с точки зрения внутренних интересов России, крайняя цель, крайняя стратегия, и об этом не только мы с вами говорим и замечаем, потому что многие люди из, ну, скажем, силовой элиты рядом с Путиным тоже в частных разговорах об этом жалуются, что с самого начала войны, цели войны, цели СВО, как они их называют, они меняются, ну, как песок, и что только в голове Путина есть какое-то, скорее всего, какое-то понимание, какая цель сегодня. Это реальная проблема, реальная проблема, потому что они даже не знают, даже на уровне военных, они не знают, что от них ожидается, чтобы совершить такую, в кавычках, победу, что означает это, попасть именно своими солдатами на западной стороне части Украины, попасть в Киев, или что, они реально об этом не знают. И вы абсолютно прав, что постоянно меняется и публичное описание целей, иногда идеологические, иногда воссоединение каких-то двух народов, которые в голове Путина общие, иногда не только экономическое, идеологическое, а военные цели для защиты. И это начинает очень много уже замечаться на уровне элитов, но уже начинается и на уровне масс в России. Это мы можем увидеть уже в анализах, которые делаются нашими коллегами, на то, как изменяется вообще настроение в социальных сетях в России, потому что тем более после того, как украинские силы попали на территории Курской области, полностью там в разы повысилось отчаяние, непонимание вообще, для чего нам эта война. Хотел бы с вами рассмотреть историю Путин-Китай, Путин-Си Цзиньпинь, потому что встреча, она произойдет, в Брикс, они, кажется, будут встречаться на территории России. Так вот, интересно, как Китай на все это смотрит, потому что для него понятно, что сейчас Россия превратилась в лакомый кусочек, который они очень хорошо осваивают, и я думаю, все то, что происходит, им выгодно, несмотря на то, что они декларируют, как бы, ну, как принято по международным правилам и нормам, вот мы тоже хотим мира, давайте вот мир, 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 но фактически они вот реально осваивают Россию, и то, что произошло в Курской области, вот как они на это смотрят, вот по-вашему? С первого дня войны было очевидно, что Китай выиграет от этой войны по-любому. В одном случае, если Россия затянется в длинную, очень длинную ситуативную войну, то из-за того, что экономика России практически медленно перейдет в руках китайской коммунистической партии элитой, это происходит. В другом варианте, если бы близкрик у Путина получился, то для Китая это был очень-очень полезный момент, чтобы решить свою проблему с Тайваном. Вот сейчас мы видим, что уже стала институционализировалась вообще стратегия, что будем поддерживать длинную, но не очень агрессивную, не очень без вспышек, скажем, ядренных конфликтов в войну, потому что это их устраивает. Это устраивает тогда, когда российская экономика все-таки существует, чтобы ее брать себе. Но здесь важно понять, что для Китая это неприемлемо в экономическом в любом плане неприемлемо, когда эта война заходит к порогу ядерных угроз, к порогу тому, что на территории России начнется война намного серьезнее, чем до сих пор, потому что стратегия Китая владеть экономикой России тогда проваливается. Поэтому я думаю, что Китай будет иметь такой сдерживающий влияние над Путиным. Хватит уже, хватит, давай договаривайся, потому что мы не будем тебя поддерживать, если придет к прямой войне на российской территории. Наш МЗС отреагировал на ракетные удары, и в этой реакции конкретно господина Кулеба я думаю, что считывается определенная миссия и цели Украины на ближайшее будущее. Это то, что он назвал подтвердить право Украины на дальнобойные удары по всем легитимным военным целям на территории России, из чего мы в принципе делаем выводы, что список этих целей уже составлен, передан и согласован. осталось только политическое решение, чтобы бить по этим целям. Во-вторых, он сказал согласие на использование возможностей ПВО-партнеров, что по сравнению с первым пунктом представляется маловозможным с оглядкой на то, как вообще партнеры очень аккуратно действовали и даже над своей территорией не всегда решались сбивать что-либо. Так вот, в ближайшее время вот эти геополитические цели Украины, которые нависли именно нависли перед Западом Соединенными Штатами, они по-вашему будут в реальности в итоге? Ну, конечно, это зависит от внутреполитической ситуации в Западе, потому что нет такого понятия общего Запада, есть Америка, которая будет перед выборной ситуацией в ближайшие два месяца, и от этого очень много зависит, насколько украинские ожидания будут, конечно. Здесь, опять, не надо говорить о плохом и хорошем выходе в американской внешней политике, потому что мы знаем, что они просто будут разные. Если Трамп придет в нас, то его уже стратегия его команды, не его, потому что у него самого тоже нету такой стратегии, как и у Путина, но у его команды стратегия все-таки принуждать обе стороны к миру, к перемирию любыми способами. Здесь единственная хорошая новость для Украины, что они готовы применять жесткие угрозы и для России. То есть они будут угрожать, что если вы сейчас, в течение месяца не договоритесь с Украиной, то мы начнем Украине давать разрешение бить по дальнобойным целям, намного больше оружия и так далее. Трамп, конечно, мастер-блеф, и он может это сделать довольно эффективно. С другой стороны, в Германии тоже в Германии важный союзник, самый большой поставщик сейчас военной помощи Украине. Там тоже скорее всего будет выбор и от этого очень многое зависит. Но я не согласен с вами, что Запад не готов активно помогать кинетически, если можно так сказать, своим оружием под контролем своих солдатов, потому что все больше и больше есть понимание, что угроза, экзистенциальная угроза к Западу, она от российской стороны приходит уже ближе и ближе к их дому. Это не только Польша, которая это уже понимает и начинает, например, дистанцироваться от позиций Германии, например, по Северным потокам, по расследованию не только Чехия, которая это делает, но и страны, как Франция, например, начинает это понимать. Поэтому я думаю, что мы увидим в ближайшие недели или месяца больше готовность к Западу делать то, что Кулеба сказал, что ожидает от Запада. Господин Христо, спасибо большое, что уделили время. Это была интересная и полезная беседа, я считаю, для наших зрителей. Вам желаю хорошего дня. Спасибо вам. Всего хорошего. Спасибо. Всего хорошего. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok